МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодня. До свидания, владыка. Рязанский митрополит Павел уезжает в Белоруссию. Надежда и опора. Рязанская городская дума провела последнее плановое заседание года. Как будут платить в сегодняшней программе комментарии по поводу пенсионной реформы? А теперь обо всем подробнее. В Рязани новый митрополит. Главой рязанской епархии стал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин в миру Владимир Зарицкий. Он родился 12 сентября 1953 года в селе Стодульцы Жмеринского района в Винницкой области Украины в семье рабочего. В 2010 году был назначен епископом Пензенским и Кузнецким, а также впоследствии ректором Пензенской духовной семинарии. В сан митрополита Вениамин был возведен 1 августа 2012 года. На заседании 25 декабря 2013 года было принято решение о почислении на покой митрополита Филарета, который 35 лет возглавлял Минскую кафедру и был экзархом патриарха, то есть управляющим вместо патриарха на территории всей Беларуси. На вакантную Минскую кафедру был избран митрополит Павел, который в районе 10 лет занимал Рязанскую кафедру. На вакантную Рязанскую кафедру был назначен митрополит Вениамин, который долгое время был управляющим Пензенской епархией. Само перемещение епископа, так же как и перемещение священника, это практика православной церкви, которая насчитывает уже не одно столетие. Так бывает и просто для Рязани это не очень привычно. В этом страшного ничего нет. В этом проявляется такой термин, как церковная экономия, то есть домоустроительство. В конце концов, священный сенот для этого и нужен, для того, чтобы управлять всей церковью. А как уважаемые архипастори рассудили, так и мы, как паства Рязанская, принимаем в послушании нашему священному началью. Наш бывший владыка, отец Павел, теперь возглавит Минскую митрополию. Ну, разумеется, это повышение все-таки столицы государства. Однако из Рязани ему уезжать жаль, поскольку наш город владыке очень нравится. Так отец Павел сказал в интервью епархиальным новостям. В это воскресенье в Христорождественском соборе Рязанского Кремля митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, и теперь митрополит Минский и Слуцкий Павел, совершат совместную божественную литургию. Сегодня Рязанская городская дума провела последнее в этом году плановое общее заседание, рассказывает Глеб Галушкин. Последнее заседание Рязанской городской думы нынешнего года получилось весьма насыщенным. Депутаты рассмотрели около 50 различных вопросов. Среди них утверждение программы приватизации муниципального имущества на 2014 год, организации раздельного сбора твердых бытовых отходов на территории города, а также вопрос о парковочных местах. Дело в том, что еще летом работники городской администрации обязаны были представить для обсуждения депутатам несколько вариантов проектов решения проблемы с парковками в Рязани. Кстати, недавно московские власти утвердили зону платной парковки в пределах всего Садового кольца, то есть теперь в центре столицы стоянка автомобилей стала платной. Эксперты полагают, что эта мера поможет решить многолетнюю проблему с парковочными местами. В Рязани же до сих пор депутаты Гордумы так и не получили от чиновников муниципалитета ни одного документа с вариантами решения парковочной проблемы областного центра. Глава города Андрей Кашаев попросил мэра Виталия Артемова разобраться и привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников в срывающих сроки. На последнем заседании года Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе. Долго говорили об этом деле, долго спорили, но народ так и не знает, в чем же суть новелл, как будут платить и будут ли вообще. С 2015 года установлен новый порядок начисления пенсии. Далее в программе комментарии на пенсионную тему. Сегодня уже пакет документов по модернизации пенсионной системы действующей сегодня Государственной Думой принят. Эти законы находятся на подписи президента, в ближайшее время они на них будут подписаны. В рамках этих законов внесли несколько изменений. Первое, что увеличили минимальный трудовой стаж, необходимый для получения права на пенсионное обеспечение при достижении возраста 55 женщин, 60 лет мужчина, это с 5 до 15 лет. Но это будет сделано не одномоментно, то есть мы начнем повышать возраст с 1 января 2015 года, и его будем повышать за каждый год на один год. То есть в 2025 году вот этот минимальный трудовой стаж, он должен составить не менее 15 лет. Далее, если мы сегодня пенсионный капитал, который мы определяем для работающих граждан, чтобы когда-нибудь на пенсию мы имели возможность ему определить размер пенсии, определяли в рублях, то с 1 января 2015 года мы пенсионный капитал будем определять в так называемых индивидуальных пенсионных коэффициентах или баллах. То есть в процессе трудовой деятельности мы заработанные пенсионные права будем превращать не в рубли, а в сумму страховых взносов, а будем превращать в баллы. Но здесь механизм определения баллов несложный, то есть мы сумму страховых взносов, которые заработал гражданин в течение года, будем делить на максимальные страховые взносы, которые он мог бы заработать при максимальном заработке. Ну и соответственно вот это количество баллов будем ему проставлять в его лицевом счете у нас в системе персонализированного учета. И так каждый год мы эти баллы ему будем просчитывать. И когда он будет выходить уже на пенсию, мы будем эти баллы складывать, умножать на стоимость этого балла в год выхода на пенсию. То есть если мы сегодня пенсионный капитал в рублях индексируем каждый год, что конечно для нашей системы тяжеловато, потому что объем большой, приходится обрабатывать информацией, а при наличии баллов здесь несколько легче, потому что мы баллов посчитали, а в рублях мы уже когда человек будет выходить на пенсию, мы эти баллы переведем в рубли. Ну и соответственно второе требование, которое дает право на выход на пенсию, это чтобы у гражданина при достижении возраста вот это количество заработанных баллов было не менее 30. То есть если будет 29 баллов, а стаж допустим 20 лет, то права на выход на трудовую пенсию у гражданина не будет. У него право будет только на получение социальной пенсии. Но если он еще там дополнительно заработает эти баллы, то есть он выйдет только более в позднем возрасте. То есть тем самым, конечно, несколько будет решаться проблема увеличения возраста выхода на пенсию. Понятно, что 30 баллов это порог, который в принципе-то человек не может заработать, если он всю жизнь будет трудиться на минимальной оплате труда. Но таких ситуаций практически нет у людей, потому что в каком-то жизненном промежутке времени уровень оплаты труда у него все равно когда-то увеличивается. Но мы просчитывали, то есть если гражданин имеет минимальную оплату труда в течение всей своей трудовой деятельности, это 30 лет как бы минимум, да, максимум, то он не выходит на эти 30 баллов. Вот ему в какой-то период надо все-таки находить более высокооплачиваемую работу. Ну или, соответственно, придется трудиться не 30 лет, допустим, а 33, 34 или 35. Ну и, конечно, поощрительные баллы будут присуждаться тем людям, которые при достижении 55 и 60 лет не будут обращаться с назначением пенсии, а будут продолжать трудиться. И вместо, допустим, заработанных 7 баллов мы им будем давать еще поощрительные баллы. Тем самым, если человек отработает 5 лет, то его пенсия увеличится на 40% по сравнению с той, которую он бы получал. Если он отработает 8 лет, то почти в два раза. На сегодня все. До встречи завтра, как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова